Я не буду читать лекцию, я просто скажу пару слов. Я хочу представить вам сегодняшнюю лекцию. Вообще, я никогда в жизни не представляла лекторов, потому что мне кажется, что это самое занятие, которое было в основном, чтобы представить лектор. Я, наверное, представлю тему. Анна сама себе расскажет, потому что та тема, о которой у нас сегодня с вами выселусь говорить, слушать. Это крайне актуальная на сегодняшний день тема для западноевропейского основного искусствознания. Она связана с переосмыслением истории первой половины XX века, с расставлением других акцентов. Сейчас активно пересматривается ощущение, скажем так, европейской цивилизации по поводу Первой мировой войны и периода между двумя войнами, между Первой мировой и Второй мировой. И потихонечку, к счастью для исследователей, снимается неклассная табу. Первыми пошли итальянцы, потому что в Италии вообще никакой фашизма особого табу-то не было. Они как-то совершенно спокойно с этим жили и никогда не пытались с этим бороться на уровне памятников, в отличие, скажем, от Германии или от нашей страны, где памятники уничтожались в большом количестве или просто изменялись и неузнаваемости, из которых стирались и те того или иного политического деятеля, неугодны в тот или иной политический момент. Италия в этом отношении более спокойна, что ли, потому что фашизм итальянский, он, конечно, имеет немножко другую природу, чем сталинизм или нацизм. Почему это интересно? Потому что переосмысление такого рода периодов, научных переосмыслений, как правило, избавлено от политики и однозначных коннотаций оценок, что, как мне кажется, крайне важно. Потому что для того, чтобы сделать какие-то выводы, необходимо здраво посмотреть на то, что с тобой произошло, оценить этот опыт и каким-то образом применить его к своему дальнейшему существованию. И признать определенную меру ответственности. Вот мы только что сами обсуждали, в этом году в фонде Брадо в Милане была большая выставка, посвященная как раз периоду итальянского искусства, там, по-моему, с 13-го года, да? Или с 14-го? Да. С 14-го по 42-й год, по республику Сало, да? Там, да, по республику Сало. Ну, то есть до военного переворота, когда Муссолини был смещен с должности и потом восстановлен силами на части территории Италии, была создана республика Сало, который Муссолини стал премьер-министром у Леонидовича, который фактически управлен в Санкт-Петербурге. Это событие с 42-го, с 43-го года. Ну, это, соответственно, Муссолини как самостоятельное, как итальянский фашизм, как культурное явление. И выставка была совершенно потрясающая, одна из лучших у нас. Я думаю, что в тот момент, когда мы сможем так спокойно говорить о том, что произошло с нами, в России, о том, что произошло со сталинизмом, ну, продает некую эволюционную скачу в глаз уже, в свою очередь, да, потому что это как раз, как мне кажется, очень важно. Я очень благодарна Амита, что она нашла возможность прочитать эту эволюцию у нас. Я думаю, что наш музей будет внимательно отслеживать все, что происходит. И эту тему не бросит, потому что, я еще раз повторяю, это моя личная позиция, к которой я навязываю всем музеем, сколько здесь директор, пользуясь в служебном положении. Значит, я считаю, что перерасхисление тоталитарных режимов без каких-то ярких оценок и коннотаций, внедрение в них очень хорошо и очень плохо, это крайне необходимый процесс, который, конечно, не то и способствует открытию новых путей в развитии, в том числе и в народительном искусстве. Большое вам спасибо, что все пришли, Анна, большое вам спасибо, что приехали. Значит, я думаю, что Анна сама по себе расскажет гораздо лучше, чем я это делаю. Мне просто хотелось, чтобы дополнительно прибавить, так сказать, веса, потому что я лично считаю, что это действительно очень важно. И мы вот открыли выставку про Гербари, которая, с одной стороны, освещает 20-го числа, в 20-х числах, у нас открывается 20-го ноября, у нас открывается выставка, посвященная проекту «Последний адрес», которую делает Евгений Ас вместе с Александром Гродским, она тоже в какой-то степени освещает тоталитаризм. И, ну, и в исключение хочу сказать, что тоталитаризм это не плохой лидер, неважно, как его зовут, это общество. «Последний адрес», потому что в конечном итоге доносы писал не товарища Степанова. Ну, хочу вам спасибо еще раз, что пришли по-моему. Елизавета, спасибо большое за предисловие, так и подробное. И, наверное, мы можем начать нашу лекцию. Наверное, мою краткую биографию вы уже прочитали на сайте события, поэтому эту часть я предпочитаю отпустить, потому что всегда, как-то чувствуюсь, очень комфортно представлять саму себя. Единственное, что хочу сказать, что эта тема занимает у меня уже около 10 лет, поэтому то, о чем я буду говорить сегодня, это результат долгих, с одной стороны, поисков, исследований, но и также личной рефлексии. Хочу начать с небольшой водной части, которая объясняет феномен, о котором мы будем говорить дальше. В 1908 год, и в Риме был представлен эскиз Джулио Аристиде Сарторио для огромного фриза в новом здании парламента, символи новой страны. То есть, я думаю, вы знаете, что Италия, как государство, родилась совсем относительно недавно, 1864 год, Рим становится столицей в 1870-м, и как раз в эти первые годы новой власти Савойской династии ведется активное строительство, и в то же время осуществляются первые шаги именно в сторону создания некой новой эстетики, которая, естественно, должна воплощать новую идею, новую национальную идею. И в этом фризе, естественно, мы видим реализацию такой темы патриотизма, и с другой стороны, это источник вдохновения, это классическое искусство, и это такое порождение именно академизма, выраженное в форме, так скажем, не лишенной влияния искусства модерна, конечно. В этом же году происходит землетрясение в Мессине, которое потрясло всю страну и стало, конечно, таким грустным символом своей эпохи. Именно в результате этого несчастья город был стерт с лица земли, и это воспринималось именно, конечно, как большая большая национальная трагедия. И именно буквально в те же дни, за несколько дней до землетрясения, Филиппо Томазо Маринеттипа написал и планировал уже в публикации манифест футуризма, но опубликовал его только в феврале, именно чтобы несколько дать время, чтобы пережить, чтобы его текст не ассоциировался именно с стихийным бедствием в Мессине. И что он писал? Он призывал именно к созданию нового искусства, которое именно порвало бы со своим прошлым, со своими корнями, перестало бы копировать классические образцы и именно обратилось бы, принялось бы за создание нового языка. И, конечно, этот манифест был обращен не только к искусству, но, конечно же, и ко всей итальянской культуре, которая все еще в 20 веке была очень традиционной, замкнутой и обращенной сама на себя. И практически сразу к Маринетти примкнули художники, и их имена вы видите сейчас на экране. В основном главными персонажами здесь были Карло Кара, Луиджи Руссо, который также был их композитором, Джин Джино Симберини, и, возможно, самый известный из них это Умберто Бучони. И что предложили эти художники? Давайте вернемся секундочку к первому слайду. Эти художники, конечно, еще не обладали какой-то своей четкой программой, однако уже опубликовали манифест футуризма, и в основном, конечно, их новаторство было в формулировках, потому что язык художественный оставался еще, конечно же, связанный с одной стороны с французскими, с открытиями парижской школы, с французским искусством. С другой стороны, конечно, мы в работах этих художников всегда увидим такой, скажем, сильный элемент, который выдает в них итальянцев, то есть это уравновешенная композиция и также интерпретация различных классических схем. И вот, например, когда Маринетти говорил о том, что гоночная машина прекрасна в Нике Самоафракийской, мы видим, что композиция той же Нике прочитывается в знаменитой скульптуре Умберто Бучони. Также в 2014 году футуризм выразился и в архитектуре, и автором манифеста стал Антонио Сантелия, и этот архитектор не построил ни одного здания согласно своим футуристическим воззрениям. Есть несколько его реализованных проектов, но это небольшие постройки, виллы в стиле Либерти, или этот термин употребляется для определения явления в итальянской архитектуре, похожей на русский модерн или армиво. Однако его серия графических работ, а также текст, который их сопровождал, оказал очень большое влияние на последующее поколение архитекторов, к чему мы вернемся несколько позже. И опять же Сантелия призывал к тому, чтобы пережить классические схемы, чтобы создавать новые формы, чтобы оторваться от традиционных канонов, от традиционных итальянских форм, что было довольно, конечно же, сложно именно как для художников, так и для архитекторов, которые сформировались, наверное, в самые богатые художественные произведениями в стороне. И важным моментом, который стал своего рода границей что ли в этих поисках, это Первая мировая война, мы вот как раз вчера праздновали 100 летца дня ее окончания. И война, конечно же, встречена этими молодыми художниками, этим молодыми людьми с большим энтузиазмом, сам Маринетти пишет о том, что война единственная гигиена мира, архитекторы, художники записываются в мотострелковую дивизию, почему? Потому что это самая современная дивизия, потому что там используются современные средства передвижения, как мотоцикл, такой символ именно начала века. И, как мы видим, Карл Карра создает такой своего рода политический, даже мы можем сказать, политический памфлет, гуэр-апиктура, где используют подход Маринетти, слов на свободе, то есть открытие именно в области графического дизайна книги, где текст свободно располагался на странице. И также Джакума Балла, который был одним из первых туристов, мы видим, как он вот именно на волне такого патриотизма интерпретирует в абстрактных формах эклектический памятник Виктору Эммануилу II, который футуристами воспринимался как символ дурного вкуса, символ традиционализма, естественно, и символ того, что нужно отменить. И мы видим именно в этом контексте, как уже культура начинает отходить именно от какой-то, так скажем, эстетической борьбы и переходит уже к созданию каких-то общих символов, к осмыслению общих символов именно на волне такого патриотизма. Именно Первая мировая война стала также поводом для Джорджа де Кирико вернуться в Италию. Мы помним, что де Кирико складывается как художник в Германии во Фрации, становится известным в Париже, до 2014 года о нем в Италии никто не знает. И он возвращается домой именно в связи с началом военных действий. Мы помним, что Италия вступает в Первую мировую только в мае 2015 года. То есть де Кирико обязан покинуть территорию воюющей страны и вернуться на родину. И именно этому событию он посвящает вот эту свою метафизическую работу. И именно накануне этого времени де Кирико вырабатывает такую свою новую как для Парижа, так и для Италии эстетику, основанную на осмыслении классических образов. Но то, что он делает, совершенно не связанным с академизмом ни в коей мере. Его картины странные, его смыслы непонятны, и именно это привлекает в нем. Опять же, именно война меняет совершенно и сознание художников. Те, кто только вчера кричал о том, что война – это главная гигиена мира, уже в 2015-2016 году перестает верить в свои идеалы и обращается к вечному. Как, например, это случилось с Джино Северине, который еще в 2015 году работал именно в стилистике футуризма. И уже в 2016-м в его творчестве начнут доминировать классические образы, как, например, вот этот портрет его жены в образе Мадонны. Также в этот же момент и Карла Карра, и... Да, сюда немножко продвинемся. Карла Карра еще в 2013-2016 году начинает публиковать статьи о художниках прошлого. Это Пауло Учелло, Джотто. И в 2017 году он оказывается в военном госпитале, он получает ранения, и он нервно истощен. В этом же госпитале он встречает и Кирико, и вместе они создают формулировку «Метафизическая живопись». Не начинают делиться опытом, создают очень похожие работы, как здесь мы видим, например. И в это же время они встречают, к ним присоединяется Джорджо Уранди, который живет относительно недалеко, в Мелонии, как мы помним. И он давно следит за футуризмом, и ему оказывается близок опыт метафизического искусства, и как раз несколько лет он работает, используя этот язык. И в тот же момент в Феррари живет также Филиппо де Питис, художник и критик, и именно ему принадлежало открытие Джорджо де Кирико еще до, собственно, изобретения термина «Метафизическая живопись». И именно с этого момента происходит... Мы замечаем, что итальянское искусство начинает интересоваться вот такой новой интерпретацией традиции. Что важно из слов де Питиса, что он называет де Кирико универсалом, то есть не энциклопедистом и не авангардистом. И именно это привлекает, что язык, который предлагает де Кирико, его подход, он не привязан к каким-то конкретным образом. Он создает новое понимание традиционных элементов. В это же время и Джимов Северини издает трактат «От кубизма до классицизма», небольшая книга, где он анализирует различные периоды в истории искусства, а также пишет свои некоторые соображения о построении художественной формы. И что здесь, опять же, важно, что и Северини видят классицизм, то есть новый классицизм, не как какую-то реакцию на авангард, а как именно его логическое продолжение. К 1924 году Карло Карра, некогда футурист, уже издает монографию. А «Джотто» — это одна из первых в мире монографий об этом художнике итальянского «Терчанто». И это огромное подарочное издание, иллюстрированное, около 300 иллюстраций, то есть по тому времени это невообразимая лоскошь. И что мы видим? Что Карра в этом тексте, кроме исторических сведений о жизни, о творчестве мастера, он также добавляет свое видение в его искусство, где объясняет его необходимость, необходимость его опыта для современности. И что важно для Карла Карра, это именно, так скажем, что искусство Терчанто учит видеть в образах нечто большее, чем, вернее, задача художника — это нечто большее, чем демонстрация обладания техникой. И потом не раз мы услышим от художников этого поколения, что именно задача мастера — это увидеть тайну жизнь повседневных вещей, или душу вещей, или особый дух атмосферы. И именно этому и Карра призывал учиться у художников Терчанто и Ква Терчанто. Вы должны также помнить, что в 20-е, в ранние 20-е годы это искусство еще не понято, оно еще не ценится. И в историографии художники поколения Джотто называются примитивы. И здесь, конечно, нужно вспомнить книгу Леонена Виттурии о «Игусто де примитиве», где он как раз описывал эту ситуацию, когда возник интерес именно к искусству этого периода. И как раз в то же время складываются главные коллекции этого искусства. Конечно, тут велика роль и Бернардо Берецона, который помогает многим американским промышленникам покупать итальянцев 15 века. Но это я несколько отклонилась от темы. И то есть современные художники видят это искусство актуальным для себя. И в 19-м году в Риле был создан журнал «Валорий Пластич» «Пластические ценности», который стал очень важным для культуры этих лет. Он ни в коем случае не был каким-то реакционным по отношению к авангарду. И на его страницах публиковались статьи о Пикассе, о браке. В то же время также журнал посвящал публикации и классическим художникам, как, например, тот же Карл Кара писал о Канове, или Орденго Софичи писал, например, о Джованне Фаторе, художнике 19 века. И Ле Корбюзье в своем журнале «Эспринова» периодически публиковал рекламу журнала «Валория Пластича», и в то же время «Валорий Пластича» рекламировал журнал «Корбюзье». То есть они находились в диалоге и общались между собой. Здесь же писал статьи Декирико, и вот в одной из своих статей 1920 года он сказал о том, что архитектура довершает природу. И действительно, мы увидим, как в искусстве этого периода начинает доминировать такое архитектурное начало. И если «Валорий Пластича» развивался, эта группа существовала в Риме, то в Милане одновременно тоже возникло, так можем его назвать, неоклассическое движение, которое затем получило название «Новый Чаймто». Что такое «Новый Чаймто» — это в прямом переводе 1900, то есть 1900, и этот термин был взят по аналогии с великими периодами итальянского искусства, как «Ватру Чаймто», «Чинпо Чаймто». И таким образом эти художники, среди которых был Акили Фуни и работы следующих из них, мы увидим, как бы демонстрировали свое желание создать новый великий период в истории итальянского искусства. И опять же, термин и, собственно, сама группа была создана под началом Маргариты Сарфатти, критика, которая была одной из первых женщин художественных критиков в Италии, и которая уже в 1920 году именно писала о вот этом намерении современных художников строить и работать с римской душой и с римской классической краткостью. Первая выставка группы «Новый Чаймто» состоялась в 1923 году, и на ней были представлены вот эти работы Акили Фуни, и мы видим, насколько в них прочитываются композиционные решения классического итальянского искусства, это прежде всего, конечно же, период Возрождения. И видим, как эти композиции строятся именно в архитектурном пространстве. И, конечно же, также угадываются композиционные схемы, которые активизируют такое архитектурное начало. И, конечно, лидером сразу обозначился Марио Сирони, хотя фактически такого роли он никогда не принимал. И действительно, он считается одним из ключевых персонажей итальянского искусства 1920-х и 1930-х годов. И видим, как он вводит в свои картины геометрические фигуры, именно элементы архитектуры, создает пространства, не связанные с конкретным местом, но которые напоминают нам произведения эпохи Возрождения. Ансельма Буччи, опять же, так же изображает себя как мастера, которому помогает подмастерье. И, то есть, себя как своего рода творца, который создает, с одной стороны, творца, с другой стороны, мастера, которому важна техника, который, он предстает как своего рода такой хозяин мастерской. И, конечно, у Бальдо Оппи, его хирурги 1924 года, в которых, очевидно, просто заимствование композиции у Пьера де Ла Франческо. Однако, в архитектуре происходит тоже что-то подобное, именно поиск нового подхода к осмыслению классических образов, классических элементов. И также это направление получает название «Новый чай, но хотя официально себя так оно никогда не называет, и уже начиная с 20-х годов, Новый чай становится своего рода синонимом, я имею в виду критику, да, то, как это анализировали журналы тех лет, становится своего рода синонимом современного стиля или синонимом, можно сказать, и ар-деко. И здесь мы видим две работы, одна Джованни Муцио, другая Джузеппо де Финенти, обе миланские, именно в Милане этот стиль наиболее реализовался. Также два произведения в Порталуппе, одно реализованное, другое нет. И опять же мы видим эту работу с классическими элементами, которые сведены к своего рода символам. То есть мы не видим прямого заимствования, мы видим интерпретацию. однако в то же время было довольно сильно и более, так скажем, многословное, что ли, начало это творчество Армана Бразини и один из его знаковых примеров это итальянский павильон на выставке декоративных искусств Парижа, я думаю, все помнят эту выставку, где был представлен павильон Ле-Картузье из Принюву, где Мельников показал тоже один из своих главных шедевров. И, конечно, мы можем представить, насколько Бразини в этом контексте, кстати, его павильон находился по соседству с постройкой Мельникова, насколько он казался странным в этом контексте и даже, скажем, устаревшим. Однако обратим внимание на интерьеры и вот в одном их залах мы видим оформление стола, да, керамикой и это керамика Джупонти, который именно в тот период, в начале 20-х годов начинает работать в сфере декоративных искусств, и ему это удается, и он именно находит новый подход к интерпретации классики, и мы видим, что он совершенно не оставляет классические схемы, классические композиции, но придает им совершенно новый смысл и новые пространственные решения. И таким образом, вот, например, в двух соседних городах, Кома и Милане, в 27-м году возникают две постройки, с одной стороны это Джупонти, мы видим его боковой, мы видим его со стороны входа, и это дом его семьи, и с другой стороны, совершенно новое для Италии здание, Новокома, построенный совершенно молодым архитектором, Теране в то время не более 22 лет, и здание производит совершенный скандал, и мы, конечно же, видим, что это совершенно иная эстетика, но она происходит как бы из одних, как бы она формируется на одной и той же основе. Так, например, если мы обратим внимание на автопортрет Теране и портрет Бонти и его семьи, которую он заказал одному из своих любимых художников Массимо Кампили, насколько все же их вкусы в живописи похожи. И именно накануне постройки Новокома Джузеппе Теране с рядом своих однокашников, среди которых были и Феджини, и Полини, и Адамберто Либера, издает серию манифестов, посвященных собственным идеям о современной архитектуре. Вы обратите внимание на то, что всем авторам этих текстов в этот момент где-то 22-23 года, то есть они очень молодые, учитывая вообще итальянское общество, где доминировали традиционно, как бы гораздо более взрослые люди, то есть они практически мальчики и уже чувствуют в себе силы выражать собственные идеи и публикуют свои тексты на страницах очень важного журнала, который именно посвящал, в основном публиковал тексты, посвященные социальным и политическим темам, то есть их призыв был не только эстетической программой, но это была попытка и заставить обратить на себя внимание, конечно, политиков. И что они говорят? Что классический субстрат, он очень важен для Италии и традиция, она реализует как бы себя сама, даже в наиболее авангардных формах она себя проявит. И вот одна из первых работ Джузеппе Таррани, нереализованный трупный завод, где мы, конечно, видим и вдохновение европейским авангардам, конечно, советским конструктивизмам, но в то же время мы видим и пропорциональные решения, свойственные классическим композиционным решениям. В 1927 году группа уже присутствует на Тренале, извините, Бенале декоративных искусств Монце, потому что затем она будет называться Миланской Тренале с переездом в Милан. И эта выставка оказывается в интересном контексте, то есть с одной стороны очень большой пласт в то же время такого искусства близкого к эклектике, с другой стороны наиболее передовые здесь также кто? Это футуристы в павильоне книг Фортунато Деппера, а также Донус Нова, это интерьер Джо Понти. И все эти движения друг другу не противоречат. В эти же годы Массимо Бронтемпелли заявляет о себе и изобретает знаменитый термомагический реализм и говорит о том, что мы одновременно европейцы и в то же время римляне. И опять же повторяет то определение, использованное 10 лет назад депизисом по отношению к Декирико именно универсального, мы жаждем универсального. И опять же, если мы вернемся к статье группы семьи, то увидим, что эти молодые архитекторы цитировали и вспоминания Понтипелли, и Декирико, и Кайра, и также архитекторов движения Новый Чай, то и называли их своими предшественниками. И что еще важно, что опять же здесь же они заявляли о том, что Италия должна создать свой стиль и более того, такой стиль, который бы диктовал другим нациям эстетические каноны, и как это было в великие периоды прошлого, то есть они, конечно же, имеют в виду античность и эпоху возрождения и воронку. Но не все верили в необходимость именно, так скажем, абстрагированной интерпретации классической традиции, были и те, кто наоборот верил в более прямое возрождение, необходимость прямого возрождения классических образов. И это 20-е годы, это постройка Марчелла Фичи и Тини, монумент Победы в Генуе, конечно же, это триумфальная арка и римская триумфальная арка. Именно композиционные схемы традиционны для этого типа сооружения. Мы видим декоративные рельефы, видим колонны по четырем сторонам, то есть это получается однопролетная арка. И этот подход в 20-е годы достаточно критикуется именно молодым поколениям. Однако кто такой Фичи и Тини? Фичи и Тини формируется в начале 10-х годов. Его отец, знаменитый архитектор-эклектик, он автор дворца выставок в Калатсу на Лиспозиционе, в Риме, в помпезные сооружения. И уже в 11-м году он работает как координатор строительных работ на всемирной выставке в Риме. То есть это архитектор таких помпезных монументальных сооружений. Он привык к такому языку и старается в 20-е годы применить свое умение к новой ситуации. То есть мы должны помнить, что с 22-го года в Италии установлена диктатура Уссулини. И практически разница небольшая между двумя этими постройками, но и Пичи и Тини начинает чувствовать необходимость создания чего-то нового. То есть он понимает, что уже такой прямой подход к воплощению классических образов неинтересен. И он также ищет свои пути. И, например, здесь мы видим воплощение такого монументального стиля, упрощенные элементы античной архитектуры и вот эти колонны с фасциями в виде фасции, которые затем окрестили ордером, лихтерским ордером. Но, конечно, это довольно такое фигуральное название. И что интересно, что вот эта новая эстетика упрощенного классицизма, именно переосмысленного классицизма, она подходила с одной стороны для интерпретации актуальных тем, то есть вот как здесь, например, это школы, школьники, которые дают клятву Родины. И с другой стороны, и она же служила для модернизации как бы вечных образов, как вот здесь, например, опять же, Филичи Казурати, это композиция благовещения, то есть это религиозный сюжет, который мы видим здесь совершенно, в совершенно обновленном виде, перенесенном именно в интерьер и в интерьер 20-х годов. И 28-й год, что происходит? Печинтини становится благодаря одному своему проекту, очень важному для его биографии, одним из ключевых персонажей итальянской архитектуры и в то же время одним из ключевых персонажей, который может, который хочет диктовать своего рода новый стиль. И здесь мы видим проект Пьяцова на Викторию, площадь Победы, естественно, мы всегда говорим здесь о Победе в Первой мировой войне, в Бреши. На родине в те годы главного секретаря, первого секретаря фашистской партии Аугуста Турати, и именно поэтому, собственно, здесь и реализуется ансамбль. Это новый ансамбль в историческом городе. То есть это площадь, новая площадь, которая встраивается в старую застройку. Вот это Пьячинтини в костюме академика Италии. И это современное состояние площади Победы в Бреши. И мы видим камер. Здесь Пьячинтини ищет реализацию для, как бы, новую интерпретацию для старых сюжетов итальянской архитектуры. То есть здесь мы находим и башню, и своего рода дворец, своего рода княжеский дворец, как это можно всегда увидеть в старых итальянских городах. Но при том это все интерпретировано в новых формах с использованием такого лаконичного языка. Здесь всегда мы найдем также только натуральные материалы. Облицовано все камнем или кирпичом. Штукатурка встречается крайне редко. То есть это все довольно монументально. И эти здания часто украшены мельефами, скульптурой на пропагандистские темы. И также в это же время опять же Пьячинтини работает еще над одним зданием, который станет прообразом для многих итальянских городов. Это дом аналитов войны. Рядом с замком Святого Ангела мы видим, как он вдохновляется архитектурой, интерпретирует архитектуру замка Святого Ангела в своем сооружении. Даже несколько имитирует некоторые элементы римских руин. Вот здесь мы видим неровно положенные куски травертина. Мы найдем ионические колонны и, конечно, увидим римский кирпич. И также он придумывает еще одну очень важную вещь, что для украшений интерьеров, что, во-первых, что интерьеры нужно украшать, и во-вторых, что для украшения нужно приглашать, конечно, самых видных художников. И здесь мы видим Антонио Санта, это художник-монументалист, в то же время герой войны, поэтому он и работал в основном на оформлении такого рода построек. Затем Святой Себастьян Артура Данци. И, конечно, использование натурального камня, светильники из муранского стекла. И все это направлено на то, чтобы показать именно наиболее, так сказать, все лучшее, что есть у итальянского искусства, традиционного итальянского искусства. Здесь, опять же, мы видим, как традиционная техника муранского стекла интерпретируется по ключе арт-деко. Видим также фреску Марио Сирони, вдохновленная, конечно, работами художников раннего возрождения, например, того же Паула Учема, но в то же время ее образы перенесены, конечно же, в 20 век. И, опять же, Пельчинтини становится автором еще одного важнейшего здания, которое станет своего рода символом этого периода. Это министерство корпораций. Что такое министерство корпораций? Это представительство нового, совершенно новой системы, которая была придумана Джузеппе Боттай, которая организовывала всех профессионалов в Италии по корпорациям. То есть, с одной стороны, конечно, это своего рода средневековая система, с другой стороны, она интерпретируется уже с позиции 20 века. И, конечно же, здесь высоко социальное начало. И Боттай, что интересно, он не только политик, не только функционер, но в то же время и коллекционер, который очень любит современное искусство, который очень любит модернизм. И именно он следит, ходит регулярно на стройку, следит за работами в своем министерстве и приглашает туда для его оформления самых видных художников. Например, здесь мы видим витраж Марио Сирони на тему труда и угадываем в нем, опять же, с одной стороны, конечно, традиционная техника, с другой стороны, это традиционные образы, например, мост, который нам напоминает римский ахридук, или рабочие, которые изображены как своего рода святые в готической церкви. Вот это фрагменты. Это Ферручо Ферраци, который создает серию гобелленов, которые посвящены, это шею гобелленов, каждый из них посвящен отдельной корпорации. И здесь вот это, например, земные средства связи, это торговля, это водопроплавание и так далее. И язык, реализованный в этом министерстве, а еще минуточку, именно начиная с этой постройки, как бы начинает развиваться своего рода новая традиция, приглашать художников для оформления новых зданий, и затем уже благодаря Баттай, эта такая частная инициатива будет оформлена в виде закона от 2%, который действует до сих пор. Что он значит? Это что 2% от строительства, от бюджета строительства должно уходить на оплату работы художников. То есть это была такая социальная инициатива, чтобы дать художникам возможность работать. И затем это здание становится своего рода образцом, и именно начиная с него, многие такие административные сооружения используют идею, используют язык обновленной классики. И здесь, например, как Миланская биржа, знаменитое здание, здесь мы увидим разорванный фронтон, например, но именно который сведет до каких-то геометрических линий и ниши. Арман Дубразини был более многословен, но и в его постройке, который, конечно, здесь целью был прежде всего своего рода такой монументальный контекстуализм, если можно сказать, потому что это центр Рима, это напротив палацу Кулонна. Но все же и здесь мы угадываем вот это намерение не повторить, а именно создать новый язык, который можно было бы сравнить с великими периодами прошлого. И именно 30-й год, снова мы вернемся на Тренале, и видно, что как бы уживаются совершенно две разные тенденции, которые одинаково как бы взывают к традиции и одинаково претендуют на то, что они являются легитимными наследниками великих периодов итальянского искусства Джованни Муццо, мраморный салон, и практически рядом построен электрический дом группы семьи, и Террани здесь уже не участвуют, и главные проектировщики здесь Фиджини и Поллини. И что интересно, что в живописи мы увидим нечто подобное, и, конечно, мы также увидим некое намерение как государства, так и общества в целом требовать от живописи каких-то жизненных, что ли, сюжетов, и что в этот момент говорит Сарфантия. То есть, что о том, что, конечно, хорошо, когда, что живопись, конечно, должна касаться и современных событий, но нужно понимать, что истинная итальянская живопись никогда не была многословной, да, она всегда создавала не столько истории, сколько образы. И, как она говорит, что именно эта живопись, это скорее миф или эпос, а не фотография. И действительно художники этого поколения ищут способ создания некого нового эпоса, нового итальянского эпоса, и источники вдохновения они, конечно, ищут и в современном искусстве, как, например, это известно, что Фуни видел эту работу Денеки на Бенале венецианской. Как раз начиная с 28-го года советские выставки очень нравятся, и, кстати, это работа в коллекции Венецианского музея современного искусства, это работа Денеки. И советское искусство именно такого нового направления, да, новой, скажем, художников близким группе Ост, именно это направление нравится итальянцам, и о них много пишут, позитивные критики, в том числе и Магарита Сарфатти особо отметила вот в 28-м году оборону Петра Гранда Денеки. И, как бы, что интересно итальянцам, именно некая новая монументальная форма, да, новый неакадемический язык, который одновременно монументальная. И здесь это фреска, сделанная Акили Фуни для миланской тренали 33-го года. И здесь мы видим, как он сочетает, да, вот на одной стене именно образы из античности и образы из современности. И видим, насколько все же это не академический язык, однако он, конечно же, стремится, да, выходить на, как бы, стремится показать свою связь с античностью. И, опять же, как бы, если говорить о новых мифах, здесь язык монументального искусства оказывается очень полезным. И многие художники работают над созданием фресок, мозаик здесь, например, и используют именно современные образы для, часто для классических сюжетов, как здесь, например, миф Феррари, это сцена из местной феррарской истории. И, что интересно, причем это не особо известно, но если вот, если именно говорится со знающими людьми, которые еще живы, то на этой фреске каждый персонаж портрет был. То есть люди, которые в 30-е годы видели эти фрески, они узнавали, кто это был. То есть это кто-то был именно из городской администрации или кто-то из культурных деятелей. Или, например, на этой мозаике Ферручу Ферраци, можно увидеть на заднем плане Мусулини, который со снобом, который должен начать молотить зерно. И, опять же, и архитекторы, которые стремятся утвердить, скажем, такую тенденцию близкую к современному движению, издают множество публикаций на тему своей связи с классическим традиционным искусством, как вот, например, вот эта статья о контактах между старой и новой архитектурой на страницах знаменитого журнала «Домост» в 30-е годы. Или, опять же, эта статья Джованни Микелуччи о том, насколько современные дома, да, современные виллы происходят на самом деле от традиционного итальянского жилья, крестьянского жилья. И проект Микелуччи в 32-м году становится первым проектом в эстетике рационализма, да, как это движение называлось в Италии, или, скажем, который был близок, да, эстетике современного движения, который был премьирован на государственном конкурсе. Это вокзал во Флоренции. И, конечно же, это современное здание, но в то же время для облицовки вокзала Микелуччи использует традиционный флорентийский камень, чтобы вписать его в контексте. Действительно, оно расположено напротив знаменитой церкви Санта-Маре-Новенла, и благодаря вот этому подходу, именно благодаря вот этому оформлению и таким лаконичным формам здание не выделяется, да, не нарушая среду этой площади. Очень скоро аналогичная ситуация происходит и в Риме. Опять же, государственный конкурс, почтанты, то есть символы современности, быстрых связей. И жюри решает отобрать для них проекты, сделанные именно в эстетике рационализма, как здесь, например, вот это здание Д'Альберто Либера и Марио де Ренци, построенное буквально в 100 метрах от знаменитой пирамиды Гайя Цесте, которая, конечно же, интерпретирует, она неравнодушна к его лаконичным формам пирамиды, и также использует для облицовки мрамы. И как бы таким образом вступает в диалог здания. Еще один персонаж этого периода, Луиджи Муретти, мы видим его, ну, из первых крупных его построек, это дом своего рода, ну, так сказать, если переводить на язык, на советский, да, язык, это получается что-то вроде дома пионеров, то есть куда молодежь могла ходить, заниматься спортом, кружки. И, то есть мы видим, насколько здание, да, использует вот этот геометризм современного движения, и в то же время внутри мы видим эту спираль лестницы, которая, конечно же, очень транслирует такой свой смысл, что она выражает современность, с другой стороны, конечно, мы здесь угадываем спираль ионической капитерии. И, опять же, вопрос, немного об этом начала говорить, о ордере, и в архитектуре в этот период присутствует вопрос нового ордера. И здесь, например, в этом здании почтанта Анджело Монзони мы видим некую попытку создания нового упрощенного ордера, то есть здесь капитей вообще практически отсутствует, и круглые столбы упираются в своего рода уже практически, то есть капитей, она квадратная в плане и упираются в антаболемент. Опять же, возвращаясь к живописи, мы увидим множество в этой попытке создания новых мифов, видим множество заимствований из древней живописи, из живописи Возрождения, как здесь, например, в этой работе Джузеппе Капогросси, цитата почти прямая из фрески в вилле Истерии, в Помпеях. И что еще интересно, что вот эти поиски художников, в них не обнаруживается какого-то противоречия между абстракцией и фигуративным искусством. Вот, например, работы совершенно одного периода знаменитого художника Лучо Фонтана, я думаю, что все его знают благодаря, скорее всего, его разрезанным холстам в 50-60-х годах. А здесь вот две его скульптуры начала 30-х, где в одной работе он вдохновляется, конечно же, древнеримской или трубской пронзой, и с другой стороны он пробует себя и в абстрактной скульптуре. И интересная постройка, ключевая для рационализма, и во многом, наверное, для всей итальянской культуры, я бы даже сказала, 20-го века, потому что здание это будет исследоваться многое в 60-е, в 70-е. Главным образом, благодаря Муну Целли и Петеру Айзенману. И что в нем интересно, да, в контексте сегодняшнего разговора, это Каза-дель-Фашо, что это такое? Это административное здание для представительства фашистской партии в городе Кому, и строится оно непосредственно на границе с историческим центром. Его лаконичный, геометричный фасад смотрит на абсиду главного собора, города, и на купол Юварры, и романскую абсиду. Оно облицовано мрамором, как это подобает монументальным палаццо. И что интересно, опять же, здесь, если мы будем смотреть его пропорции, мы увидим такую игру чисел, очень напоминающую в каком-то роде эксперименты архитекторов эпохи Возрождения. Здание 33 метра в длину и в ширину, и высоту 16,5, то есть это половина. Здесь мы увидим и внутренний двор, и в то же время, то есть характерный для итальянских палаццо, увидим вот это доминирование фасада, да, и в то же время увидим вот эту попытку сберзиметрию, то есть, конечно, мы видим, что фасад разделен на три части, да, и одна из этих частей, боковая специально облицована мрамором, она сделана глухой и без окон именно в попытке сбить очевидную симметрию. И то же самое касается и внутреннего двора, что не находится, прям в центре, как должен был быть, а несколько сдвинут. И здание стало символом как для творчества Тайрании в целом, так и в каком-то смысле для города вообще, и оно осмыслялось, наверное, в 30-е годы, оно, конечно, стало для архитектуры рационализма символом некой победы, что вот государство признает эту архитектуру. С другой стороны, уже в 60-е, в 70-е, оно стало именно с одной стороны образом того, что современный архитект, современный язык, язык архитектуры, современного движения может быть связан с традицией, может быть естественным порождением традиций, как хотел ты ранее. С другой стороны, конечно, и это здание служило своего рода как оправданием, что ли, или если лучше сказать, символом того, что при фашизме создавалась интересная архитектура, и она не обязательно была связана напрямую с, как сказать, что она не обязательно транслировала убеждения, политические убеждения. Затем, в 34-й год, возникает своего рода попытка официализировать стиль итальянской архитектуры, выдвигается, публикуется объявление о конкурсе на дворе территориум, и здесь, опять же, поместила фотографию Читриану Физиопо, очень важного персонажа, потому что именно ему принадлежит идея организации римских квадриналей, здесь вот он как раз присутствует на одной из такой выставок, и он сопровождает короля Виктора Эммануила Третьего по выставке, и эти выставки именно стали своего рода витрины итальянского искусства тех лет, и, что интересно, конечно, на них доминировала многостилия, но в то же время именно эта многостилия также интерпретировалась и с позиции, именно как их связь с традицией. То есть, если художник писал флорентийский пейзаж, тосканский пейзаж, это значит, что он уже выражал тосканскую традицию, например. И если что было представлено на этот конкурс, здесь мы также увидим совершенно разные по языку проекты, которые Одинахова вдохновляются античной архитектурой, или архитектурой барокко, или архитектурой возрождения, или здесь, например, это проект Джузеппе Сакони, и здесь, конечно, мы увидим и элементы романской архитектуры, в то же время и некоторое влияние современного языка. Попытка, что делает группа Террани, они хотят интерпретировать классические образцы в плане своего здания, и здесь напротив базилька Максельса, то есть где планируется постройка, практически напротив Колизея, на улице, которая соединяет Колизей и палаццо Венеция, которая как раз построена только в 1932 году, и группа Террани решает вдохновиться планом руины базилька Константина Максельса, и воплотить ее в свое здание. И победителем выходит проект Энрико Дель Дельбьо, где, конечно же, мы видим прямой отсыл к, с одной стороны, к романской архитектуре, с другой стороны, конечно же, к древнеримской. И в то же время видим этот лаконичный язык, то есть использование элементов традиционной архитектуры, которые никак не являются цитатами, то есть это совершенно далекое от эклектики, совершенно далекий от эклектики язык, это его интерьеры. Конечно же, выбор вызывает протесты со стороны и молодых архитекторов, как здесь, например, Пьетро Марье Барде представляет новую архитектуру, как Сусанну, которую хотят раздержать старцы и пытаются защитить проект группы ВВПР. И в том же 1934 году Пьетчинтини публикует свое мнение о нашем, о Дворце Советов, где говорит о том, что этому зданию не хватает стиля. Но мы помним, что Иофан учился в Риме и довольно долго, около 10 лет в нем жил. И учился у коллеги Пьетчинтини, у Армандо Бразини, с ним же и работал. И что опять же говорит Пьетчинтини, что итальянцы находятся в идеальной ситуации, когда им не обязательно построить мир в языке современного движения, и в то же время им нужно искать новые интерпретации для своей традиции. И главной, ключевой интерпретации традиций, главным проектом Тридорных Газов становится новый университетский комплекс в Риме, над которым работает Пьетчинтини, но что он делает? Он приглашает ведущих архитекторов из разных регионов Италии и позволяет им строить так, как они считают нужным. И, однако, впоследствии несколько приводят к единорезультирующим их проекты. Вот, например, здесь здание факультет математики Джо Бонти. И буквально через два года мы увидим Пьетчинтини уже в качестве автора павильона Италии на всемирной выставке, причем критика его обвиняет в том, что он скопировал постройку Террани, что он скопировал Казадайфашу Террани. Ну, мы видим, конечно, что подход Пьетчинтини совсем несколько иной. И видим, что, конечно, это такая попытка увязать современное движение и традиционную итальянскую архитектуру. Мы видим вот эти статуи, да, практически как на колонане Бернини, и увидим также конную статую входа, практически кондотер. Внутри, опять же, мозаика Сирони, корпоративная Италия, и, конечно, это древние римские образы, исполненные в таком специфическом для Сирони языке. И триумфом, как бы, этого поиска должна была стать всемирная выставка, комплекс всемирной выставки, где, опять же, руководителем работает Марчелло Пьетчинтини. И, очевидно, да, его попытка именно привести вот этот проект Джузель Папагану, который назначен планировщиком выставки, поскольку он обладал большим опытом работы и в современной архитектуре, и в градостроительстве. Кроме того, он в этот момент редактор журнала Казабелло. И мы видим, насколько, какие усилия прилагает Пьетчинтини для изменения проекта Пагану, для его, как бы, скажем, классицизации. И что Пьетчинтини пишет, комментирует свою работу, он говорит о том, что этот район должен быть классическим, но современным, самым современным. И он называет его классическим по духу и римским по замыслу. Конечно же, район мыслится как своего рода новый монументальный центр города, который, и в то же время, конечно же, как своего рода такая рекламная картинка. Но большинство зданий строятся как постоянные, и в качестве именно для того, чтобы служить за темы в качестве монументальных образцов. И здесь, вот это первое здание, построенное в районе 1937 год, и единственное, собственно, законченное до начала войны, забегая вперед, скажу, что выставка не состоялась именно из-за вступления Италии во Вторую мировую войну. И многие здания были не достроены, и достраивают их только в 1952 году, и решение о завершении их было достаточно сложным. И, как мы видим, то есть с 1945 до 1952, 8 лет с этими зданиями ничего не происходило, поскольку была открыта дискуссия снести их или завершить. Затем выбор перевесил в сторону завершить, но то, что не было начато, уже строить по другим проектам. И действительно, если вы сегодня окажетесь в этом квартале, то его фрагментарность очень чувствуется. И здание администрации всемирной выставки построено Гаитано Минуччи, который был одним из лидеров римского рационализма. Здесь мы видим, как он все-таки адаптирует классические схемы к современному языку, или даже, скорее всего, наоборот, именно современную эстетику к требуемой интерпретации в стилистике нового классицизма. Мы видим своего рода портик, однако колонны заменены на столбы, капители отсутствуют, и также архитраф сведен к... у него отсутствуют профили, и на нем мы читаем цитату из Муссолини, которая взывает к древнему пророчеству о том, что Рим дойдет до берегов Теренского моря, и действительно, новый район строится на дороге к Теренскому морю. Опять же, публикация Печентине о планировке района, где он также помещает источники вдохновения, и среди которого классические сады Европы, и это современный вид района. И опять же, здесь видим, как декоративно, как искусство в нем представлены, это скульптура, мозаики, насколько они кажутся внешне различными по стилистике, то есть здесь нет какого-то такого стилевого единства. И это проект, это проект панно, который должен был быть размещен в Палацу Конгрессов. Конгрессов это здесь, где изображается современный Рим, и, конечно, мы узнаем композицию Средневекового, где повествование разделено на разные уровни, и видим изображение Рима внутри стены, и вместо таких классических римских местах, которые, как Коризей, вернее, мы их видим все вместе, Коризей, Триумфальные арки, и также видим новые постройки района Всемирной выставки. И эта эстетика становится очень популярной и распространяется на территории Италии, и также колоний. И здесь мы видим, как новый язык интерпретирует классическую схему итальянской церкви и декорированный фасад, да, и здесь мы видим, как традиционное искусство керамики используется для создания именно фасадов стилистики арт-декор. И вы спросите, были ли какие-то попытки именно, скажем, создания того, что нам известно как тоталитарное искусство, тоталитарный стиль, скорее всего, в живописи, да, и это конец 30-х, когда государство, ну, во-первых, Италия уже накануне Второй мировой, уже она вовлечена в колониальные кампании, то есть это уже довольно такой тяжелый климат, и в этот период учреждается, уже произошло сближение с Германией с 36-го года, в 38-м году приняты расственные законы, именно по, после давления Германии, и в 39-м году учреждается премия Кремона, министр Фариначи был ее инициатором, и именно эта премия использует, дает в качестве тем, такие пропагандистские темы, да, на злобу дня, как слушая радио, слушая радио, то есть слушая по радио речь тучи, или вот, например, современная итальянская молодежь, и, конечно, здесь мы увидим и параллели с эстетикой немецкой живописи, прежде всего, тех лет, и желание некоторое подражать, что ли, Германии. И одновременно все же, конечно, эта живопись гораздо свободнее, гораздо, что ли, интереснее, именно с точки зрения выбора средств, потому что, как я уже не раз сказала, Италия видит свое, именно классическое искусство, как свое собственное, не выделяет в нем лишь какие-то периоды, как античность или возрождение, высокое возрождение. Но ей интересно все, и в то же время, 19 век, и подручение той, и средневековое искусство. И художники как-то, что ли, свободно подходят, более свободно подходят, очередно, к выбору средств. Однако, практически одновременно, именно, даже в некотором смысле, в пику, кстати, в Фариначи, опять же, Друзетто и Боттай, которого я уже упоминала, учреждает свою премию, премию на Дергаму, куда приглашает совершенно различных художников, многих даже близких левым убеждениям, как, например, Марио Мафа или Ренату Гуттузу, и дает совершенно, довольно абстрактные темы. И, например, вот эта работа Гуттузу, выставленная, представленная в 1942 году, даже была номинирована на одно из, как бы, на одно из наградных мест, но затем ее сняли по настоянию местного священника. То есть, это был выбор не столько политиков, сколько церквей, поскольку эта композиция казалась слишком смелой. И, конечно, опять же, в языке Гуттузу мы увидим, конечно же, влияние Пикассо, но в то же время видим, как он стремится на языке кубизма, интерпретировать схемы классической итальянской живописи. В завершении я бы хотела сказать несколько слов о том, что именно о характере художников этих лет, и, например, вот эта композиция Джорджу де Кирико «Апокалипсис», которая возникает как одна, один из листов серии, которую де Кирико заказывают в 1941 году, и мы видим, как художник отзывается на эти вечные темы. Конечно же, это и реакция на войну, собственно, и как он на это реагирует творчески, и как в то же время не прямо, то есть мы не видим прямой апелляции к военным событиям, к трагизму этого времени, но мы видим выбор темы и в то же время выбор средств, которые, конечно, современные, но в то же время говорят о вечном. И, кстати, к вот этому изданию, которое было заказано издательством «Химера», вступление писал, опять же, Массиво вот Тепелли, и здесь мы находим еще один пример сотрудничества, долгого сотрудничества двух героев этого времени вплоть до 1940-х годов. И это, по-моему, последний слайд, и вот эта работа Артура Мартини «Звезды» 1932 года, который сейчас в галерее современного искусства Рима. Конечно, в композиции увидим и цитату, да, с парфенон, с мраморов, с фронтовых парфенонов. И в то же время мы видим, что скульптура повреждена, и кажется, что художник буквально цитирует эти мраморы. Однако это такой символ, это память о войне, потому что эта скульптура располагалась на вилле, в саду виллы Печетини. Так, опять же, мы видим это вилла, которую Печетини строит сам для себя, и мы видим, что это отнюдь не какой-то дворец с классическим портиком. Это современное здание, однако, которое, опять же, помнит, да, о канонах классической архитектуры. И во время бомбардировки Рима одна из бомб падает в сад его виллы и повреждает эту скульптуру. И после войны он решает отдать ее коллекцию национальной галереи современного искусства. И так она становится таким молчаливым символом этого сложного и часто противоречивого, но, конечно же, очень значимого периода. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно задавать вопросы? У нас есть время, мы не стали до 9. Можно еще не спорить. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. 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 Мы прекрасно знаем, как в 30-е годы работала и цензура, и самоцензура архитекторов. И это, конечно, большой вопрос, что они действительно думали. И я немного пыталась заниматься этим вопросом, но действительно приходится некоторые моменты, некоторые сведения просто искать именно по крупицам. Например, в некоторых статьях Голосовой появляется о том, что вот сейчас многие смотрят на Викторию, на стиль Викторию, что нравится. И, конечно, не стоит забывать, что первая в мире монография об архитектуре итальянской от его времени была написана в Советском Союзе и вышла в 35-м году. Это Лазер Рейбель, который потом, вместо этой монографии, по другим обстоятельствам, но монографию мы припомнили, потом он оказался в Средней Азии. И затем уже никто об этом периоде не вспоминал. Но в Италию ездили. И поездки затем возобновились уже после войны, когда уже отношения были, конечно, совсем другие. В 20-е годы итальянские участвовали в конкурсах, которые с архитектурами были организованы? Более ранее, вот еще до оборудования. А в 20-е годы нет. В начале 30-х да. В начале 30-х да. Например, в Бразине участвовал в конкурсе на Дворе Советов и в этих стенах, когда 12 лет назад, 11 лет назад была выставка, посвященная этому участию в Бразине. И там же несколько итальянских архитекторов участвовали в конкурсе на Театр массового действия в Харькове. Но это довольно такой сложный сюжет, о котором очень мало известно. И это причем, как сказать, скрывалось, как с нашей стороны, так и с их. Но, например, когда в 32-м году Пьетро Мале Барди пишет статью о своей второй выставке рациональной архитектуры, которую он организовывает в Риме. И там показывает этот проект архитекторов, трех архитекторов для, они не очень известны, Вилла из Олтай-Ортенти для Харькова. И затем публикует также в статье этот проект. И именно, что интересно, что эта выставка была сделана для того, чтобы показать современную архитектуру Мусури. И он туда приглашает. На диктатор, на открытие, вручает этот текст, где объясняет, что именно эта архитектура нужна режиму. И вот такая ситуация. Но затем этот эпизод уже никто не акцентировал. И тогда же Барди сравнивал этих архитекторов с их предшественниками, с Растрелли, которые ездили к двору царей, российских царей. И как бы несли славу и демонстрировали итальянские гении. Если вы, позвольте, краткий нос того, что вы расскажете сегодня. Вы люди пришли. А, да, и сегодня я о многих моментах не стала рассказывать, потому что в субботу мы вернемся к теме 20-30-х годов. Мы будем в основном говорить про Рим. И про создание современного Рима, про его реконструкцию. И именно мы будем на него смотреть не как на какое-то историческое событие, а именно как на культурный феномен, который затем срезонировал на архитектуру всей страны. И не только архитектурную культуру в целом. Хорошо.